О, поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с престольным праздником вашего храма. Слава Богу, радуюсь, что привели в порядок храм в чистоте, но это не остановка. Делать многое. Самое главное, молодежь, чтобы у нас была, чтобы развивалась приходская жизнь, чтобы мы свидетельствовали о вере. И в этом плане мы должны все активно быть проповедниками православной веры. Это не значит, что все будем выходить на улицы. Ведь у каждого из нас есть близкие, да даже дома есть знакомые. И мы можем твердый говорить, брат или сестра, но посмотри на наших живущих рядом мусульман. У них нет понятия, не верующих. Плохие, но они в мечети все-таки побольше молодежи, чем у нас. И мужчин. А вот где наши все? Вы же не все одинокие здесь. Это все, это беда наша, конечно. Потому что сто лет нас отучали от веры, каленым железом все это выжигали. Но, еще раз повторяю, в таких же условиях и наши братья-мусульмане. Но они более активно возвращаются в вере своих отцов. А у нас нередко. Мы только стараемся смотреть там и вот там, а у православия вот это не так, а там это тот не так, а батюшка поступил не так, а владыка не так. Больше ничего мы не видим в православии. А у православия совсем другое. Православие это жизнь. Это любовь. Это мир. Это дети. Это жизнь без пьянства и наркомании. Это не по принципу живем гражданским врагом. Этот принцип назывался одним словом – блуд. А сейчас мы заводали статус нормальной жизни. Никогда он не будет нормальным жизнью для верующего человека. Это не норма, а отступление. И в конечном итоге в этом грехе надо каяться. И то же самое – аборты эти окаянные. Демография, демография, трубим все. И сколько же погубили детей. И сколько губим и сейчас. И ответ только один – нищету рожать я буду. Ну и дальше что? Рожать ты нищету не хочешь, но завтра будут жить другие. Другие народы, другие веры, другая культура. А мы, умники, будем им служить, как это часто бывает. Потому что не надо никаких захватнических войн. Все произойдет произвольно через опустошение нашей отчизны. Никакая экономика не поможет. Никакие программы не помогут, если не будут люди. Они не возьмутся с Луны. Люди у нас – это плоть от плоти и кровь от крови наши. Вот тогда это будет и семья хорошая, и общество стабильное, и страна сильная в этом залоге. Ну да, это так, такое отступление немножко. Потому что болит сердце. Вот вроде бы вас и много, но посмотрел, слава Богу, мужички немножко есть, но маловато. А еще раз повторяю, придите на мусульманские посты, мечети и увидите совсем по-другому. Другая картина. И живем в одном городе, в одной стране. Что произошло с нашим народом? Куда мы идем? Поэтому еще раз я вас всех призываю. Как проповедовать? Да просто. Говорит, ну, Петя, Ваня, Коля, брат, муж, сестра. Ну, давайте подумаем. Давайте подумаем. Как нам дальше жить? Без веры? Ну, не выживем мы. Ну, плохо нам без веры было. Это же реально доказано в нашей жизни. Без веры развалили великую страну, которую называли Советский Союз. Потому что с верой боролись, корни подрубали. И что получили? Что получили? Осколки от Великой России остались у нас. Поэтому вера – это основа, фундамент, это питательные корни народа и личности в отдельности, и государства. Но все же я хочу поблагодарить, что вы молодцы, хорошо поете, но, правда, пределу нет совершенства конца. Но занимайтесь больше, больше занимаясь так, чтобы была молитвенность, осознанность, то, о чем вы поете. И славя Бога устами, вникаете умом из сердца. Тексты, которые вы производите голосом. И они тогда будут еще более доходчивы. Но поете – неплохо, прямо говоря. Уже на твердую четверковую цену лет. Молодцы. Ну а теперь о праздниках. В Рождестве девство сохранило и семь. Но успение мира не оставило, и секрет. Успение. Какая-то особая таинственная печать лежит на этом празднике. С одной стороны, но Матерь Бога, ибо она от земнородных произошла сама. От святых и праведных Бога Отец, как сказано, и Акима и Анны. А поскольку она была человеком. В полном смысле этого слова. Хотя и было ей наречено стать Матерью Бога. Но закон, который Бог после падения определил человеку, земляне сей в землю откидивши, коснулся и Богом. И кажется, день кончины и апостолы были в печали. Это день печали. А мы вдруг говорим, что праздник успение. День кончины и праздник. Вот как это может сочетаться? ибо разная совершенно вещь. Но суть заключается вот в чем. Царица небесная она ведь получила и особую благодать. Еще при жизни ее утрого значит и сама она имели особое благоволение Божие. Она приняла Духа Святаго. Ибо как сказал Гавриил Дух Святый найдет на тебя и сила Вышнего осенит тебя. И воплотился в ее чреве страшно подумать. Сам Сын Бог никаким умом никогда никакой богослов никакой философ и даже осмелюсь говорить никакой Святой не может проникнуть в глубину этой величайшей тайны. Но это факт, который был и который изменил взаимоотношения между человеком и Богом. И мы будем петь и лестница к небеси гром бывай. И вместо могилы в Гефсимане веселись в Гефсимане. И вот Царица Небесная прошла эту дверь она вышла в дверь человеческой жизни естественным путем через рождение от Иакима Иоанна. Но и вышла из этого земного бытия также через врата смерти. И это тоже величайшая тайна. сколько времени она находилась в этот момент смертного луга. И как она выходила из этого земного бытия луга. Тому кто является хозяином неба и земли к своему сыну и Богу нашему. Удел Пресвятой Троицы где Бог Отец Бог Сын и Бог Дух Святый. И не случайно не называется день смерти Богоматери а успение уснула. Уснула сном благодатно и оказалась в ином мире. И не зря повествуется что сам Господь ее божественный Сын взял ее душу. Но ведь вот еще в чем тайна. да конечно же тело умершего человека истлевая. Разглагается. А вот иное случилось с Богоматерью. Хотя суждено всем человеком на страшный суд восстать со своим телом. А вот как это будет? Мы это можем принимать на веру. Но физически не можем это понять. А вот Царица Небесная еще до второго суда, когда все человечество обязано будет восстать на суд. пришли апостолы, открывают гроб, а там пусты. Нет. Нет. Да чистая Богоматерья. Нет ее тела. Где апостоли от коня земли гепсимоний гепсимонийскую весть совокупьшеся вместе поет церковь устами, как Богоматерья. погребите тело и ты с сыней Божьей Божьей поимен. Конечно, принял душу ее сына. Не вместе с телом. Она первая после своего божественного сына прошла на небо со своим уже обоженным телом. Ибо она была уже честнейшей хирургим и славнейшая без сравнения с хирургимой. И поэтому день успения Царицы Небесной это день не печали, а это наш праздник. Это наш праздник. Ибо она пошла туда, где находится тот, кто может нас и помиловать, и простить, и спасти, и излечить к своему сыну и Богу. И уже нету человечества печали. Не случайно Церковь знает многие праздники и особенно покров Царицы Небесной, символизирующие, что она с нами, она наша покровительница. К сожалению, конечно, мы часто прибегаем в молитвах Царицы Царицы Небесной. Но что-то не лавится, вроде бы идти в отца некуда, пойду к матери и поплачусь. И она, конечно, принимает наши слезы и наши души. Но ее сердце радуется больше тогда, когда если бы мы исполняли те заповеди и те нормы, которые оставил ее сын, ибо именно за нас Он Сам пострадал, а через ее сердце проходило оружие тогда, когда Он висел на кресте и в предсмертных своих секундах говорил, обращаясь к Богу Отцу, Боже, Боже Мой Свою оставил Месси. А она думала Сыне и Боже Мой, а зачем Ты и Меня оставляешь Твою Матерь здесь сиротой на земле? И вот об этом мы тоже должны думать. И еще раз повторяю, наша любовь к Богу Матери она выражаться должна, конечно же, и в наших обращенных к ней молитвах, но больше покаяния и исправления нашей жизни личной и жизни по тем нормам, которые мы называем заповедей Бога. И тогда сердце Матери Господней будет веселиться о нас, ее отца лучших чад в Рождестве детства сохранить во успехе мира не оставить в себе. И прям другой момент. Молитва не усыпающую Богородицу и предстательство непреложное упование гробу и умерщвление нет утеркасты. Якобы живота Матери к животу пристали, полтробу вселивойся Христа Храни вас всех Господь. С праздником!